О том, что мечты сбываются, Диана Гурцкая узнала на личном опыте. Незрячая певица стала звездой, а теперь и вовсе создала вселенную талантов. В ее центре социальной интеграции дети с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность развивать таланты по 15 программам реабилитации. Спасибо вам за эту награду, потому что эта награда не только для меня, а эта награда не только моя, а для тех всех, кто имеет ограничения, но при этом имеет мечту. Челябинск, Хабаровск, Оренбург, Липецк, Крым. В зале представители 46 регионов, где понимают, что в первую очередь нужно строить инклюзивное общественное осознание. За помощь в принятии государственных решений в сфере детской инвалидности первой награду получает Мария Львова-Белова. Уполномоченный по правам ребенка, она звала собравшуюся командой и напомнила, меры поддержки должны быть системными. Я знаю одно, что наши дети могут многое. Просто нужно создать условия для их самореализации. И от вас, как от родителей, очень много зависит. Потому что я думаю, что вы, как никто, заинтересованы в будущем ваших детей. И самое страшное, когда ты разговариваешь с мамой, и она говорит, я не знаю, что будет дальше, что будет, когда меня, не дай бог, не станет. И вот для того, чтобы вы были твердо уверены в будущем ваших детей, мы все вместе и будем работать. На сцене Михаил Бондарев. Десять лет назад он основал благотворительный фонд «Шеридарь». Единственный в России, где проводят реабилитационные программы для юных героев, переживших онкологические заболевания. Кстати, куряне, как дети, так и волонтеры – костяк центра, улыбается Бондарев. Вероятно, потому, что он и сам вырос в Убаяне. Получив награду прямо со сцены, наш земляк сообщил хорошую новость. «Шеридарь» расширяется. «Один лагерь у нас работает. Он почти заполнен. Пора строить другой. Лучше, может быть, не такой большой, но более качественный. В новом центре будут не только дети, которые перенесли онкозаболевания, но и ДЦП, и сахарный диабет, и посттравматический синдром, и раненые детки будут, упаси бог, такие иногда случаются. Те, кому нужна помощь и психосоциальная реабилитация». В числе награжденных и наша коллега Юлия Матвеева, автор программы «Особенные». Мама ребенка с аутизмом не понаслышке знает, какая именно информация нужна родителям особенных детей. Регулярно в эфире телеканала «Семь» Юлия открыто рассказывает о тех, о ком обычно говорить неловко. «Я тоже, в свою очередь, хочу сказать родительское спасибо всему нашему турскому родительскому сообществу. И должна сказать, что это общение, которое есть у нее в последние годы, это самое искреннее, трогательное и продуктивное общение. Но еще хочу сказать спасибо своему сыну Илюхе. Жизнь у нас непростая, я часто расстраиваюсь, уважаюсь, но, тем не менее, есть в этом какой-то особый смысл». За развитие инклюзивного культурного пространства, за лучшую медицинскую и реабилитационную помощь, 10 номинаций и около 50 награжденных. Эти люди знают, специальные потребности – не преграды равноправию. И это не про гуманизм, а про нашу реальность. Мария Колосова, Юлия Матвеева, Сергей Малеев. События дня.